Очень надеюсь, что меня все слышат. Записи я запустил. Так, замечательно. Я вижу, что говорят, что слышно хорошо. Так, у нас с вами уже 29. У нас еще есть немножко времени, поэтому подождем. Так, у нас есть немножко времени. Так, у нас есть немножко времени. Так, у нас есть... Так... Продолжение следует... Я хочу... Сегодня у нас онлайн будет трансляция с рабочего стола, поэтому я сейчас включила положение конкурса. Вам его видно? Не видно. Так. Сейчас, да, потому что у меня выключен рабочий стол. Сейчас мы это исправим. А так. Все, замечательно. Слышно и видно хорошо. Все, я очень рада. Я приветствую всех, кто сегодня ко мне присоединился, к нам. Нас уже 32. Очень рада приветствовать вас. У нас сегодня с вами час. Будем надеяться, что мы уложимся в это время. Если нам не хватит, то немножко увеличим время. Будем мы с вами сегодня работать в следующем режиме. Я расскажу немножко об основных моментах положения, на чем нужно обратить внимание и заострить. Попутно буду приводить примеры проектов, которые были поддержаны в предыдущем году, наиболее интересные, которые отвечают направлениям конкурса. Затем мы с вами разберем непосредственно формулу заявки конкурса. Я расскажу, как заполнять бюджет, проект, заполнить заявку. И разберем типичные ошибки, которые допускают некоммерческие организации при подготовке проектов и заполнении заявок. Итак, мы начнем. Итак, положение о конкурсе. Цель, как и в прошлом и в предыдущих годах, это, конечно, поддержка гражданских инициатив и поддержка инициатив людей старшего поколения. Да, забыла сказать, что вы можете задавать вопросы в реальном времени, но я буду стараться отвечать на них в режиме демонстрации. И, да, ну, желательно, чтобы это были вопросы по завершении нашего с вами встречи. Еще так, значит, я представлюсь. Меня зовут Татьяна Калинчук. Те, кто меня не знает, кто присоединился к нам в первый раз. У нас в этом году к конкурсу присоединились Рязанская область, Тамбовская и Воронежская. Поэтому те, кто присутствует из этих областей, рады вас приветствовать. Меня зовут Калинчук Татьяна. Я являюсь координатором конкурсных программ Центра Гарант. Поэтому все консультации и все конкурсы, которые идут в конкурсе, они идут через меня, можно так сказать. Ну и, конечно, все консультации по подготовке проектов и заявок тоже можно обращаться ко мне напрямую. Так, значит, продолжим. Как я уже сказала, в этом году территория проведения конкурса у нас увеличилась. Если в прошлом году мы администрировали конкурс на Архангельскую, Вологодскую, Псковскую и Мурманские области, в этом году к нам присоединилась Тамбовская, Воронежская и Рязанская область. Цель конкурса, повторюсь, это поддержка гражданских инициатив, в первую очередь инициатив людей старшего поколения. Какие же проекты поддерживаются и какие основные направления проектов будут поддержаны в рамках этого конкурса? И что интересно фонду, который финансирует данный конкурс? Основные направления – это социальная и профессиональная адаптация пожилых людей, в том числе это образование и переобучение граждан пожилого возраста и создание условий для использования ими полученных знаний. Какие примеры могу привести? Давайте тогда сразу по направлениям деятельности я буду приводить несколько примеров. Положение в общедоступные ресурсы. Это город Рязань. Общедоступные ресурсы. Положение есть у нас на сайте. Его можно скачать. В разделе конкурсы и гранты. Текущий конкурс. Активное поколение 16. Если также можно обратиться по адресу Калинчук или грант с собакой МГУ Гарант, я вам его вышлю. Итак, продолжим. По направлению социальная и профессиональная адаптация пожилых людей. Какие примеры я могу привести проектов, которые были реализованы у нас в данном направлении? Несколько примеров. Народные умельцы Матушки Зимы. Проект был реализован в Архангельской области. Яренск. Здесь были объединены практикующие умельцы. И было предложено пенсионерам, готовых обучаться на мастер-классах, получить новые навыки и дополнительные умения, связанные, я не знаю, с плетением, вязанием и так далее. В рамках проекта организаторы закупили ткацкий станок, муфильную печь, гончарный круг. И тем самым предлагалось обучаться, соответственно, изготовлению изделий из глины и ткачества. Еще один проект, связанный с данным направлением, проект «Зигзаг удачи», он был реализован позапрошлом году Центром социального обслуживания в Архангельске. В проекте было предложено посетителям этого центра, людям пожилого возраста, посетить мастер-классы по мастерской. То есть было организовано занятие в творческой мастерской по обучению начальным навыкам шитья. В рамках проекта организаторы закупили швейные машины, организовали кабинет, и пожилые люди, был приглашен мастер, и их обучили те, кто умел или те, кто не умел, и те, кто не умел, их обучали навыкам шитья на машинках. В результате проект вылился в достаточно интересные события. Участники заключили соглашение с детскими садами и детскими домами и совместно проводили мастер-классы по изготовлению мягких игрушек, а также изготавливали для детских садов детские костюмы для праздников. Достаточно интересный проект. Еще один проект «Бабушкины вечерки», если я не ошибаюсь, из Вологды, были куплены также на средства гранта, куплена русская прялка, швейные машинки и прялки для вологодского кружева. И также было предложено людям пенсионного возраста заняться новым для них ремеслом. Это вот несколько примеров, которые были реализованы проекты по данному направлению. Следующее направление, на которое следует обратить внимание, это развитие взаимодействия между поколениями. Духовное и физическое воспитание детей и молодежи. Здесь могу привести один из примеров, который тоже был реализован в Вологодской области. Инициаторами выступили детский дом, на тот момент он был еще детским домом. проект предполагал пригласить бабушек, дедушек в детский дом, чтобы совместно люди пожилого возраста и дети, которые там находятся, провели некоторое время вместе, научили друг друга каким-то новым навыкам, клеить, вязать, также какие-то поделки делать и так далее. А в итоге опять хочу сказать, что проект вылился в очень интересный проект. В итоге вот это объединение ветеранов и людей пожилого возраста взяли шерст над этим детским домом. И в результате они там не только клеили бумажки и делали какие-то поделки с бумаги, но бабушки занимались с ребятами домоводчеством, учили их навыкам, как вести домашнее хозяйство. Дедушки открыли в детском доме секцию по занятию настольным теннисом, открыли кружок по занятию игры на гармонии, обучали детей. Кроме этого, они проводили с ними беседы на патриотические темы, то есть посвященные участникам Великой Отечественной войны. В итоге ребята решили записать за бабушками и дедушками, приходящими их воспоминаниями. Совместно записали эти воспоминания на компьютере и издали небольшую книжку, буклет воспоминаний бабушек и дедушек. Кроме этого, они выезжают, то есть, опять же, инициатива шла от людей пожилого возраста, бабушки и дедушки их возили на места, на памятные места, связанные с Великой Отечественной войной, к памятникам и прочее. На месте рассказывали какие-то истории из жизни, истории из полей сражений и, соответственно, благоустраивали территорию совместно. Проект перерос в этом году в еще один проект, потому что инициатива, опять же, вышла от людей пожилого возраста, они организовали театральную студию и продолжают заниматься с детьми творчеством и театральным постановкам. То есть, достаточно интересный проект, такие бабушки и дедушки для детей, которые находились в детском доме, для сирот. Еще один проект, который связан с этим направлением, это проект «Самская семья» у нас был из Мурманска. Здесь организаторы попытались привить подросткам традиции и интересы непосредственно саамов, саамской семьи, то есть они с ними разбирали различные игры, которые присущи вот самым язык, изучали различные какие-то творческие направления были и ремесленные, присущие самым. Все это делалось совместно с семьями, соответственно, и подростками. «Школа бабушкины премудрости» проект у нас был в Каргополе в прошлом году, где люди пожилого возраста взяли инициативу, так называемые «большухи» на Памуре, так называют, людей пожилых с опытом, и обучали молодежь, опять же, старинным знаниям, премудростям, как шить национальную одежду, печь, готовить различным обрядам. Ну, достаточно много было интересных мероприятий в проекте, поэтому вот несколько таких примеров могу вам привести. Это также относится и к направлению возрождения, поддержания семейных ценностей и традиций. Если говорить о направлении по социальным услугам для пожилых людей, преимущественно в сельской местности, но не исключая, естественно, и городские, в сельской местности, почему сделан акцент, потому что, как правило, до сельской местности очень сложно доходят все блага нашей цивилизации и каких-то услуг, поэтому здесь акцент сделан на этом, но не исключая, как я уже сказала, и городские. Какие примеры здесь можно привести наиболее интересных проектов? В данном направлении. Проект «Социальный курьер», который был реализован в прошлом году на базе Вологодского КЦСО, здесь суть проектов в том, что наиболее активные граждане, вернее, люди пожилого возраста, были задействованы сотрудниками Центра социального обслуживания для информирования людей, таких же пожилых и тех, кому сложно выходить из дома, о возможности получения ими различных социальных услуг. Но перед этим была сформирована группа из наиболее активных и заинтересованных добровольцев-волонтеров. Это также можно, на самом деле, отнести и к направлению волонтерства или добровольчества развития. То есть проект также относится к этому направлению. Что хочу сказать. То есть была отобрана группа, там порядка, по-моему, 10 человек, они, или 15, подготовили, провели с ними семинары, которые позволили им в дальнейшем информировать и оказывать дополнительные услуги таким людям. Такие, как можно получить услуги через сайты госуслуг в интернет-пространстве, какие нововведения есть в социальных услугах для людей. И, кроме этого, они их использовали в качестве добровольцев по снятию опроса среди населения о качестве и доступности этих услуг. Тем самым проект был востребован среди населения и показался очень интересен и администрации области. И в итоге проекта, эта группа стала таким добровольным отрядом, скажем так, если можно так сказать, при Центре социального обслуживания, которое помогает донести информацию до людей, которым сложно добраться или выйти из дома, или которые находятся в отдаленных районах. То есть проект был на несколько районах рассчитан, и добровольцы были также с нескольких районов. Это то, что касается этого проекта. Еще один проект в данном направлении – социальная гостиница. Его также реализовывали при Центре социального обслуживания. Проект заключался в том, что... Цель проекта, вернее, была в том, чтобы дать возможность людям пожилого возраста, у которых, которые подверглись насилию в семье, возможность пережить какое-то время до того, как будут приняты какие-то решения в отношении этих пожилых людей. В рамках проекта была при Центре благоустроена, обустроена комната. Там, по-моему, четыре койки, где могли переждать какое-то время люди пожилого возраста. За это время им был предоставлен, предоставлялся комплекс дополнительных услуг социальных, психологических, юридических и прочих. Поэтому вот такого рода проекты тоже очень интересны, востребованы. Еще один проект, который можно с уверенностью сказать, как новый в очереди новых социальных устроен, внедрение для пожилых, тепло домашнего очага, называется проект. Проект в Пиннижском районе был реализован. Ситуация, наверное, как и во многих отдаленных территориях сельских, когда деревни пустеют, в домах остаются одни старички, одиноки, и сложно ухаживать за хозяйством, и сложно ухаживать, в общем-то, за собой, наверное. Поэтому была инициативная группа деревни Вейкора решила объединить этих старичков одиноких и сделать для них что-то вроде дома, такой летней или зимней дачи, где бы они могли совместно провести или проводить время, перезимовать. То есть проект рассчитывался, что в зимнее время, сложности в зимнее время и на зиму. Но вот сейчас, я думаю, у них проект получит развитие, потому что изначально это была инициативная группа. Инициативная группа подавала проект от общественной организации. В заключении проекта, то есть они организовали этот дом, отремонтировали его собственными силами, то есть привлекли средства местной администрации, отремонтировали дом, им выделили, они его отремонтировали, обустроили дом, проведя областную акцию, которая проходила не только в Пенежском районе, но и в Архангельской области, когда люди собрали все вещи, вплоть до, я не знаю, полотенец, простыней для дома. Поэтому такой достаточно интересный проект. Сейчас эта инициативная группа приняла решение и зарегистрировалась как ОНО, то есть некоммерческая организация, и будут продолжать деятельность, как они будут развиваться. Мы будем за этим следить. Следующее направление развития навыков предпринимательства среди пожилых людей Здесь тоже, наверное, можно привести несколько примеров. Пример прошлого года это в Кировске, Мурманская область, где Дом культуры организовал для желающих курсы, мастер-классы по изготовлению изделий по методу Тиффани. То есть, если вы представляете, то это изделия из цветного стекла, из кусочков цветного стекла. Очень интересно, пользуется популярностью. Сейчас проект выходит на новый уровень, на уровень социального предпринимательства практически. То есть, те люди, которые получили эти навыки изготовления таких изделий, сейчас занимаются изготовлением сувениров, и им делают даже заказы на уровне администрации, ВИП-сувениры. То есть, они достаточно интересны и пользуются популярностью. Поэтому, это один из таких примеров. Еще один пример в Устьянах. Проект назывался «Школа третьего поколения». Проект был рассчитан на несколько районов, вернее, деревень Устьянского района. Люди в рамках проекта активных граждан обучили метод предпринимательства таким, да, первым навыком предпринимательства. Вместе с экспертами они разработали проекты. Хочу сразу сказать, что это проекты туристического направления. Было предложено, очень разработано, и уже действует ряд программ туристических, которые включены в сетку туристических агентств нашей области, где можно приехать и поучаствовать в различных мероприятиях. То есть, такие события, события, я не знаю, экскурсионные маршруты, где можно научиться пить пирожки, я не знаю, что-то вязать, валять, ткать и прочее, прочее. Опять же, еще раз скажу, что проект был рассчитан на несколько деревень, поэтому достаточно широкий получил объем проекта и достаточно интересный. По поводу добровольчества, направления добровольчества, среди старшего поколения, волонтеров, в оказании с помощью своим сверстникам и другим целевым аудиториям. Это тоже одно из приоритетных направлений конкурса и фонда, в чем заинтересованы. Это здесь, какие можно привести примеры. Пример из Вологды, добровольческое движение среди людей пожилого возраста. Проект был реализован позапрошлом году. Суть проекта в том, что были организованы специальные курсы по формированию навыков работы в коллективе, эффективному общению, обучению способом оказания психологической поддержки. Кроме этого, пенсионерам было предложено, то есть активным, кто был в этом заинтересован, для занятия по суставной и дыхательной гимнастике. То есть в результате всех этих мероприятий организовался в костях волонтеров, бабушек, которые в дальнейшем пошли, если можно так высказаться, в люди. Сейчас проект продолжается. И сейчас пенсионеры, вот эти волонтеры активные, организуют бесплатные занятия по суставной и дыхательной гимнастике для всех желающих. В доме престарелых проводят различные мастер-классы, и приходят к своим сверстникам, оказывают различную помощь, поддержку и ту же гимнастику. Кроме этого, они так хорошо себе зарекомендовали, что проект получил поддержку в областном проекте команды губернатора «Мы вместе», куда вот эти бабушки-волонтеры были привлечены к опросу, опять же, да, выявления и обсуждения более эффективных механизмов сотрудничества граждан, органов государственной власти, местного самоуправления. Ну, вот это одни из ярких примеров, которые я привела по ходу нашего суда дальнейшей беседы. Возможно, я приведу еще несколько примеров. Ну, вот если, вот у меня прямо сейчас, да, вспомнился один из примеров по оказанию, наверное, можно отнести к последнему направлению. Проект также был реализован у нас позапрошлым годом в Архангельске. Проект был от Городского совета ветеранов «Клуб «Серебряный возраст». Чем проект интересен? Он, проект направлен на оздоровление, да, поддержание здорового образа жизни среди людей пожилого возраста. Ну, как вы сами понимаете, у ветеранских организаций помещений для занятий спортом сложно выделить где-то. Каким путем пошли наши ветераны городские? Они заключили соглашение с образовательными учреждениями города Архангельска, со школами, с училищами, с техникумами. Они соглашение о предоставлении им помещений, то есть спортивных залов, для, там, в определенные дни недели, когда этот зал доступен для людей пожилого возраста. При этом они сказали, что они в рамках проекта закупят определенное оборудование, тренажеры, столы для занятий настольным теннисом, гири, гантели какие-то, да, для занятий фитнесом. И разрешили пользоваться этим оборудованием учащимся этих учебных заведений. Таким образом, такое очень взаимовыгодное партнерство и достаточно успешный проект, при том, что они не остановились на том, что они просили деньги на оборудование у фонда, они пошли еще к местным избранникам, потому что, наверное, как вы знаете, у них есть свой фонд, который они могут распределять по своему усмотрению. И предложили им также поучаствовать в данном проекте. То есть частично они запрашивали оборудование и средств гранта, частично вот обращались в различные бизнес-учреждения, то есть с просьбой поддержать проект и софинансировать его. Поэтому проект получился очень интересным. Теперь в различных точках города, потому что городская организация, есть возможность из различных районов пенсионерам заниматься тем, чем им хочется. То есть сейчас у них, они предоставляют услуги, то есть заниматься геевым спортом, заниматься в тренажерном зале, заниматься на столе и теннисом, заниматься фитнесом и шахматами, шашками, не знаю, рукоделием с бабушками. При этом они зимой выезжают на зимние рыбалки совместно и так далее. То есть вот один из интересных примеров, как можно организовать работу. Переходим дальше к разделу положения конкурса. Какие будут иметь проекты, будут иметь преимущества. Проекты, предполагающие дальнейшее развитие. Что здесь имеется в виду? То есть проекты, которые предполагают разовое мероприятие, будут иметь меньше приоритета у экспертов, нежели проекты, которые предполагают, во-первых, какую-то системную работу в рамках проекта, но и дальнейшее развитие, дальнейшую работу в рамках этого направления, которое было предложено в рамках проекта. Какие же еще проекты, формирующие активную жизненную позицию, способствующие самореализации людей старшего возраста? То есть проекты, которые направлены на... Вернее, проекты, в которых инициативу проявляют сами пожилые люди и активно участвуют в реализации различных мероприятий. Вот такие проекты будут интересны и приоритетны. Так. По бюджету мы поговорим чуть позже, когда будем разбирать с форму заявки, я вам все расскажу. Сейчас пока немножко по положению, сейчас я уже быстренько закончу. Дальше проекты, предполагающие обучение различным навыкам, то есть приоритеты и проекты, направленные на оказание социальных услуг. Говорю преимущества, потому что это сейчас наиболее приоритетные темы у фонда, соответственно, среди пожилых людей, поэтому они будут иметь преимущества, но не ограничивают ваши фантазии. Единственное, что это должно быть, еще раз повторюсь, неразовое мероприятие. В реализации проекта и в реализации мероприятий должны быть задействованы люди пожилого возраста, и это должна быть, и инициатива должна исходить, желательно, чтобы инициатива исходила от людей пожилого возраста. То есть просто организовать концерт, чтобы пришли бабушки и дедушки, посмотрели на этот концерт, это не есть приоритет конкурса, поэтому имейте это в виду. В конкурсе могут принять по участникам, в конкурсе принимают участие некоммерческие организации, все некоммерческие организации, зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации. Кроме этого, могут принять участие государственные и муниципальные учреждения, которые, деятельность на территории проведения конкурса, осуществляют свою инициативную группу граждан, более трех человек. Как вы видите, оговорка для регионов СССР, почему только для СССР? Потому что в СССР, как я уже говорила, вновь присоединившиеся к нам регионы Рязанская, Тамбовская, Воронежская, конкурсы заходят туда первый год, поэтому мы решили пока ограничиться юридическими лицами. Поэтому в будущем году, надеюсь, будет возможность у этих областей от инициативных групп и от ТОСов подать заявки на этот конкурс. Поэтому инициативные группы и ТОСы могут принять участие в конкурсе только из Мурманска, Псковска, Псковской области, из Мурманской области, Псковской, Пологодской и Архангельской области. Не могут принять участие политические партии, религиозные организации, профсоюзы, органы местного самоуправления, государственные власти также не могут, потому что это органы самоуправления и государственная власть, это не, так скажем, организации, поэтому так. Соответственно, коммерческие организации тоже не могут принимать участие, и иностранные организации, их структурное подведение. Если говорить о сроках проведения конкурса и реализации проектов, то проекты должны быть поданы в Центр Гарант со всеми приложениями до 16 мая, вернее, последний срок 16 мая до 17 часов. Заявки в этом году принимаются в электронном виде, только в электронном виде. На адрес, который вы видите, grantsobaka.nvo-grant.ru Есть небольшое исключение, если из сложности с доступом в интернет заявка может быть подана на бумажном носителе, но при этом приложена электронная заявка на диске или на любом электронном носителе и отправляется в офис строго регионального координатора. Дальше вы видите адреса, о котором в случае отправления заявки на бумажном носителе вы должны отправить вашу заявку. Почему в электронном виде? Потому что Центр Гарант планирует готовить сайт конкурсов, где, надеюсь, это уже с прошлого года мы запустим, с будущего года, вернее, запустим, заявки будут подаваться только через этот сайт, только в электронном виде. Поэтому в этом году у нас такой пробный шаг, который позволит вам приобрести какие-то, если так можно сказать, навыки подачи заявок в электронном виде. Те, кто привык подавать в бумажном. Поэтому еще раз повторюсь, то есть заявка и приложение к ней должны быть отправлены в Центр Гарант с 16 мая до 17 часов в электронном виде на адрес, который указан сейчас на сайте Грандс. Ниже адреса региональных координаторов, к кому вы можете обратиться за консультацией или вопросом. В Архангельской области и Лизанской координатором является Центр Гарант. Поэтому по телефону 206510, вот сейчас он на экране, вы можете позвонить, задать мне любой вопрос, который вас интересует или получить консультацию по подготовке заявки. Все остальные территории, это Мурманская, это общественная палата Мурманской области, телефон вы видите, Псковская, это Центр устойчивого развития Псковской области, Вологда, это Фонд поддержки гражданских инициатив, Тамбовская область, это Тамбовская областная общественная организация молодежной инициативы, и Воронеж, это Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций Воронежской области, Воронежский дом НКО. Вот это координатор, к которому вы можете обратиться в свои территории за помощью, Они помогут вам, подскажут, как правильно заполнить заявку, как отправить ее по электронной почте. Еще раз обращу ваше внимание, что заявки со всех регионов подаются на единый электронный адрес Итак, если вы, как я уже говорила ранее, не можете отправить это по электронной почте и отправляете заявку в бумажном виде с приложением диска, где записаны электронные формы заявки, Такая заявка должна поступить к региональному координатору не позднее 16 мая. Ну и претензий на задержку почтового и курьеского то есть мы не несем, поэтому все, что придет позже 16 мая 17 часов, к сожалению, мы не сможем зарегистрировать и заявка не примет участие. По этапам проведения конкурса Консультация по написанию заявок на конкурс организована с 6 по 14 мая То есть в этот период вы можете смело звонить, писать на электронный адрес по телефону, указанному координатору или мне В этот период звонить и спрашивать, консультироваться по поводу подготовки проектов и написания заявок Окончание приема заявок 16 мая, как я уже сказала, 17 часов вечера. Объявление результатов будет после 15 июня и период реализации проектов, то есть планируются заявки, реализацию мероприятий организации с 1 июля по 31 января 2017 года. То есть в этот период ваш проект может быть реализован. Это не значит, что прямо в этот срок с 1 июля по 31 января у вас должны быть расписаны все мероприятия. Проект может быть, я не знаю, 4 месяца. То есть весь конкурс, весь проект рассчитан на 7 месяцев. Но если ваш проект подразумевает меньшее количество месяцев, 4, 5, 3, вы можете указать в календарном плане любой из удобных для вас месяцев в период с 1 июля по 31 января 2017 года. Условия финансирования. Вот здесь возникает очень много вопросов. Что значит для юридических лиц и органов ТОС? Для юридических лиц, то есть если организация зарегистрирована как юридическое лицо, имеет свой устав, имеет документы, подтверждающие регистрацию, в науковом органе, в Минюсте и прочее, имеет свой расчетный счет. Она может претендовать на проект стоимостью 100 тысяч рублей, то есть поддержку в размере 100 тысяч рублей. Органы ТОС тоже могут претендовать на 100 тысяч рублей, но только в том случае, если они зарегистрированы в качестве юридического лица. Если орган ТОС не зарегистрирован как юридическое лицо, они приравниваются к инициативной группе и могут претендовать на 25 тысяч рублей. Ну и для инициативных групп, как вы видите, 25 тысяч рублей. Организация может выступить в качестве партнера для инициативной группы, то есть она может подать свою заявку от себя, как от юридического лица на 100 тысяч рублей и может выступить партнером у ряда инициативных групп, то есть до 4 проектов, но при этом предоставить, условно говоря, свой расчетный счет для удобства расчета. Но проекты, которые подаются в партнерстве с инициативными группами, могут быть только на 25 тысяч рублей. То есть от себя подаются в свой проект на 100 тысяч рублей. В качестве партнера с инициативной группой 25 тысяч рублей. Инициативная группа, подающаяся самостоятельно, как инициативная группа и заполняет от себя заявку, тоже 25 тысяч рублей. На что могут быть потрачены, использованы средства в рамках гранта? Это целевое финансирование, поэтому они могут быть использованы для покрытия основных проектных расходов и расходов на оплату труда и гонорара исполнителей проекта. Вот что понимается под основными проектными расходами? Это расходы, которые необходимы для организации проведения мероприятий в рамках проекта. Это аренда помещения для проведения различных мероприятий. Это различные раздаточные материалы канцелярские для организации проведения семинаров, клубных столов. Расходные, издательские расходы. Что еще могут быть? Какие? Оборудование. Да, тоже могут быть основные проектные расходы, которые необходимы для реализации вашего проекта. Ну и расходы по статье гонорара заработная плата не должны превышать 25% от запрашиваемой суммы. То есть 25% от 100 тысяч рублей. А инициативные группы, которые подаются самостоятельно, к сожалению, не могут претендовать на гонорары или заработную плату, потому что это физические лица. И, к сожалению, они не могут как физическое лицо нанимать, условно говоря, сотрудников. Поэтому для инициативных групп предусмотрены только основные проектные расходы. Есть оговорка о наличии квалифицированного бухгалтера для юридических лиц и органов ТОС обязательно. В данном случае, так как есть расходы, связанные с заработной платой, с гонорарами, естественно, должен быть бухгалтер, который разбирается в этих нюансах и понимает, какой процент заработной платы он должен будет заплатить с основного фонда оплаты труда. Поэтому бухгалтер обязательный. Если нет в организации штатного бухгалтера, его можно привлечь и заложить на это средство в рамках проекта. Не могут быть использованы средства, которые будут предоставлены вам в рамках гранта на реализацию коммерческих проектов для покрытия текущих расходов и долгов организации, на осуществление деятельности, не связанной с проектом, на проведение международной конференции и для покрытия расходов, осуществленных до перечисления средств целевого финансирования. То есть, что здесь имеется в виду? Если вы потратили средства, то есть вы предполагаете, что у вас будет проект, вы написали заявку, вы подали, просто у нас такой случай приведу, подготовили заявку, планируете участвовать в конкурсе, подготовили заявку, подали, но до того, как были приняты решения экспертной комиссии и объявлены победители, вы уже потратили средства в рамках этого проекта, до того, как с вами был заключен договор и переведены средства, вот эти расходы не будут приниматься и учитываться при подготовке отчета по проекту. Поэтому очень внимательно имейте в виду этот момент. Ну вот еще раз о сроке реализации, то есть начало реализации проектов должно быть спланировано не ранее 1 июля и окончание проектов не позднее 31 января. То есть до 31 января все ваши мероприятия, все ваши средства в случае вашей победы должны быть освоены. Так, вопрос, а если это средства благотворителей? Ну, если это средства благотворителей, не вопрос, потому что в рамках проектов вы за них не отчитываетесь. То есть вы не предоставляете документы, подтверждающие расходы о сфинансировании. Мы этого не требуем, поэтому здесь уже на ваше усмотрение. Процедура подачи заявок и общее требование к заявкам. То есть вот я уже говорила вам, да, о том, немножко сказала, о том, как будет происходить процедура, сколько заявок кто может подать. Так вот, от одной организации и инициативной группы может быть подана одна проектная заявка. Еще раз, да, от организации может быть подано несколько проектных заявок при условии, что она выступает партнером инициативных групп по реализации проектов. Это вот для регионов СЗФО, там, где могут участвовать инициативные группы. То есть еще раз повторюсь, от себя организация и юридическое лицо может подать проект один на 100 тысяч рублей и четыре максимума проекта в партнерстве с инициативными группами. Но эти проекты не могут претендовать максимум на 25 тысяч рублей. Так, если проект будет не завершен к концу января, а продолжит свою работу дальше. Смотрите, если вы провели все мероприятия, которые планировали в рамках проекта, то есть еще раз повторюсь, что вы должны планировать вашу деятельность так, чтобы завершить все запланированные мероприятия в проекте до 31 января. Если у вас проект предполагает дальнейшее развитие и дальнейшую работу, безусловно, вы можете продолжить свою работу. Но то, что вы запланировали, вы должны будете провести до 31 января. Проекты должны быть соответствовать приоритетным направлениям конкурса. То есть реализация проекта должна осуществляться на территории проведения конкурса. То есть если вы подаете заявку там, допустим, от Мурманской области, а проект будет реализован я не знаю, где-то в Твери, то данный проект соответственно не будет соответственно правлением конкурса и не может быть поддержки. Поэтому если вы подаете заявку из Мурманской, то проект должен быть реализован на территории Мурманской области. Неважно, то есть если вы допустим подаете из самого, из города Мурманска, организация находится в Мурманске, а проект будет реализовывать на территории, допустим, области, Мурманской области, это допускается. За пределами области нет. заявка должна быть выполнена по специально разработанной для данного конкурса форме. Она состоит из трех приложений и не должна превышать 15 страниц и рекомендуемый шрифт не менее 12. То есть меньше. Почему такие нюансы? Потому что экспертам будет сложно читать ваши проекты, которые написаны допустим в 10 шрифт представляете. Если как правило эксперт читает как минимум 20 заявок и он должен это сделать в кратчайший срок, очень сложно читать заявки в электронном виде шрифтом 10 размера. Поэтому не менее 12 вот такой есть нюанс. Какие обязательные документы вы должны приложить к заявке, которые как я уже сказала состоят из трех приложений. Это титульный лист, описание непосредственно проекта и третье приложение это бюджет проекта. Так а в таблицах стоит 10. Ну это стандартная таблица. То есть проект рассчитан вы имеете ввиду на 10 месяцев. Если вы имеете это ввиду, то это просто стандартная таблица. То есть имейте ввиду, что проект рассчитан на 7 месяцев. Вы просто выбираете шрифт таблицы 10. Я говорю сейчас не о таблицах, а о непосредственном описании проекта. Так вопрос надо ли в описании деятельности проекта прописывать какие задания а какие задания территории организации организации проекта. Да нужно будет прописывать если это ваш вклад как привлеченные средства допустим или то что вы имеете и будете использовать как ваши ресурсы. Я еще об этом немножко скажу. Итак давайте закончим тогда по положению что нужно будет какие-то обязательные документы приложить к заявке. Опять же тоже должны быть отсканированы в формате PDF или JPEG и присланные вместе с заявкой в электронном виде на адрес который мы с вами говорили ранее. для юридических лиц обязательным приложением к заявке является копия свидетельства о регистрации организации то есть вы ее заверяете в организации руководитель заверяет что копия верна ставится печать сканируете отправляете нам. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица документ подтверждающий полномочия руководителя организации это может быть если это какое-то государственное муниципальное учреждение приказ о назначении руководителя также заверенный что копия верна отсканированный если это не коммерческая организация здесь могут быть несколько вариантов либо выписка из протокола если это по протоколу либо опять же приказ о назначении руководителем и так далее то есть документы подтверждающие полномочия руководителя методические рекомендации в электронном виде в адрес слушателя будут ли направлены если вам нужны мы направим сделайте мне запрос на электронную почту я вам вышлю но все рекомендации есть у нас на сайте еще раз повторюсь в разделе конкурсы и гранты я вам потом открою покажу где это все находится потому что мы сейчас находимся в режиме онлайн я вам могу это все в онлайн режиме показать где и как повторюсь документ подтверждающий полномочия руководителя коллективное заявление партнерстве если у вас будет какой-то генеральный партнер который будет выполнять определенные функции в вашем проекте то есть он берет на себя какие-то определенные обязательства при этом вы должны заключить с ним коллективное соглашение партнерстве где оговариваются цель проекта и обязанности каждого из партнеров ну и письма поддержки рекомендательные письма и другие документы это на ваше усмотрение если вы считаете что данные документы будут иметь весь поддержки вашего проекта можете направить запросить какие-то письма поддержки в администрации у бизнеса если они готовы выделить вам софинансирование вашего проекта и так далее и так далее то есть все что вы считаете необходимым и возможным прислать приложить к заявке что будет иметь даст вес вашему проекту вы можете приложить это не обязательно но желательно для органов ТОС опять же скажу что ТОСы могут участвовать только из регионов СЗФ копия документов о создании ТОС заверенной подписью руководителя да также сканированные отправлены в электронном виде вместе с заявкой документ подтверждающий полномочия руководителя ТОС это выписка из протокола коллективное заявление партнерства в случае если опять же проект будет в партнерстве с какой-то организацией реализовываться ну и письма поддержки или другие документы опять же пожелания от инициативных групп необходимо будет соглашение протокола создания инициативной группы протокола если вам необходимо я готова сделать именезапрос у меня есть шаблон либо можете в гугле запросить пример протокола самый простой найти несложно по этому формату сделать протокол собраться учредить группу инициативную расписаться всем и опять же так же сканировать и прислать ну и копия документов доставляющая личность руководителя инициативной группы то есть это копия паспорта страничка с фотографией и страничка с подписью в этом случае нужно будет также заявление на согласие на обработку персональных данных так как вы нам предоставляете паспорт формат этого согласия заявления вернее у меня также есть если кому-то нужно я готова буду выслать можно обращайтесь в положении есть мой электронный адрес как координатора либо на адрес вот грант собака МГУ и еще раз затрю ваше внимание что все документы и обязательные заявки и заявка состоящая из трех приложений сканируются и отправляются на электронный адрес который вы сейчас видите на экране грант собака МГУ грант точка в электронном виде консультации как я уже говорила да вот в архангельске вот мой адрес коленчок собака МГУ карант вы можете писать мне на этот адрес независимо от того есть у вас в регионе координатор региональный или нет но желательно чтобы вы конечно обращались к своим региональным координаторам чтобы снять нагрузку с меня потому что получается что с 7 регионов будет очень сложно ни одной успевать вовремя отвечать на ваши вопросы и консультации поэтому я прошу вас меня понять и принять во внимание этот факт и не стесняться обращаться к региональным координаторам то есть какие-то более сложные вопросы я готова на них отвечать я всегда на связи то есть по адресу либо по телефону всегда пожалуйста по процедуре рассмотрение проектов процедура будет проходить в два этапа кратенько сейчас расскажу процедура в два этапа на первом этапе заявки будет рассматривать будет создан региональный экспертный совет то есть в Мурманске в Мурманской области будет свой в Псковской свой в Рязанской свой в Тамбовской свой и так далее на первом этапе региональный экспертный совет Рассматривает заявки, поданные от этого региона, дает свои комментарии и заключения по каждой из заявок, и они направляются к нам и будут рассмотрены также все на втором этапе, на межрегиональном. В межрегиональный экспертный совет войдут представители от каждого региона и будут рассматривать все заявки, которые поступили от регионов. Эксперты дают заключение и комментарии, как рекомендуется к финансированию, к финансированию с изменениями или не рекомендуется к финансированию. Каждая заявка на межрегиональном экспертном свете будет рассмотрена, будет проведено голосование и будет принято решение по каждой из заявок. Более подробно вы можете посмотреть, чтобы не сильно выдерживать внимание ваше. По критериям немножко, то есть критерии, по которым будет рассматриваться ваша заявка и за что ваш проект будет получать дополнительные баллы или снятые эти баллы. То есть в соответствии проекта одному из приоритетных направлений конкурса, если проект соответствует, деятельность в рамках проекта соответствует, то вам вы можете получить по этому критерию от ноля до пяти баллов. Актуальность и значимость проблемы, четкий план реализации проекта, реалистичность и достижимость заявленных результатов. То есть не надо хватать звезды с небес, ставим реальные планы, ставим реальные задачи и решаем их в рамках семи месяцев. То есть это важное условие. То есть не стоит взваливать на себя весь земной шар и все проблемы всего земного шара. Берем какую-то одну проблему, которая отвечает и интересна нашей целевой аудитории и пытаемся ее решить за этот промежуток времени. Критерии социальный эффект. То есть здесь имеется в виду реальный результат, реальный эффект изменения ситуации после реализации проекта. То есть если вы сможете это показать и доказать, то это будет дополнительным баллом. Вовлечение в реализацию проекта местных жителей, бизнес-партнеров, органов власти и так далее. Это еще раз вам дополнительный балл, потому что, как правило, проекты, которые реализуются совместно с партнерами, в партнерстве с какими-то организациями, неважно, это органы власти, бизнес-партнеры, либо дружественные вам организации, партнеры, которые берут часть функций и на себя, или вы делаете более опытными партнерами. Это всегда плюсы и вашему проекту в результате, и вначале, потому что это показывает то, что вы можете коммуницировать, привлекать ресурсы. Еще один немаловажный и интересный критерий, который может принести вам плюс, это вовлечение в планирование реализации проекта мужчин старшего поколения. Потому что по анализу предыдущих годов, к сожалению, в проектах, как правило, принимают участие только женщины. И наши мужчины никаким образом не вовлекаются. Не переживайте, мы можем продлить время, ничего страшного, поэтому мы успеем все обсудить. Реалистичность обоснованных затрат по проекту, то есть это соотношение затрат и планируемых результатов. Это должно быть логичным, и из проекта, из бюджета видно, что вы продумали наш бюджет. Ну и наличие собственных или привлеченных дополнительных средств для реализации проекта. То есть это необязательные условия, но если у вас есть привлеченные, вы покажете привлеченные средства, это могут быть не только деньги, но и ваши ресурсы, это может быть ваше время, время ваших волонтеров, это ваше помещение, это ваше оборудование и прочее, прочее. Вот если вы это покажете, это хорошо. Если этого нет, ну нет и нет. Наличие заявителей опыта работы по заявленному в проекте направлению – это тоже один из плюсов. Если ваш проект получил поддержку, и мы заключаем с вами договор, если это юридическая организация, мы переводим средства на расчетный счет организации, если это инициативная группа, заключается договор с физическим лицом, с руководителем инициативной группы, средства на расчетные счета физических лиц мы не переводим, но есть два варианта расходования средств, которые вы получили в рамках вашего проекта, вам выделены. Либо вы тратите собственные средства, и вы нам предоставляете все документы, подтверждающие ваши расходы, мы вам компенсируем эти расходы. Это может быть либо в течение, да, вы произвели расход, предоставили нам документы, подтверждающие, мы вам компенсировали. Либо в конце проекта вы тратите, предоставляете документы, и мы вам компенсируем всю сумму. И второй вариант, когда вы выписываете счета на центр гарант, и центр гарант по этим счетам производит оплату ваших расходов или заказов. Вот таким образом. Если будут еще вопросы по финансированию проектов, то я готова буду ответить индивидуально, либо сейчас. Ну и об администраторе конкурса, да, это центр гарант, является администратором конкурса в регионах, которые я озвучила раньше, и финансирует конкурс, еще раз повторюсь, благотворительный фонд Елены Геннадьевны Тимченко. Как долго выставляется счет гаранта для инициативных фондов? Вы заказываете счет в организации, вы как инициативная группа и предоставляете в центр гарант. Мы его оплачиваем. То есть мы не заказываем счета, вы как инициатор, да, вы приходите в магазин, я не знаю, там или еще куда-то, просите, чтобы вам выставили счет на реквизиты центра гарант, предоставляете этот счет в центр, и мы его оплачиваем. Как долго оплачивается? В течение трех дней. То есть если вы мне предоставили счет, в принципе, в течение трех дней готовы оплатить. Итак, да, пожалуйста, если будут еще вопросы по положению, мы можем вернуться. Сейчас мы переходим с вами к форме заявки и к описанию проекта. Так, сейчас я вам открою описание проекта. Вот, надеюсь, вам видно, да, титульный лист. Сейчас должен быть у вас титульный лист. Это приложение 1. Здесь тоже долго задерживаться не буду. Название проекта, как вы видите, да, запрашиваемая сумма не должна превышать 100 тысяч рублей. Общая сумма проекта может быть больше, чем 100, да, с учетом привлеченных средств. Здесь указывается фамилия, отчество руководителя проекта и его должность в организации, если проект подается от организации. Не забываем указывать рабочий мобильный телефон и электронную почту. Не бойтесь давать мобильный телефон, он останется только у нас. Заявки не выставляются на общее обозрение с вашими данными и с вашими личными мобильными телефонами. Это только для нас, для оперативной связи с вами, потому что сейчас век развития связи. На месте никто не сидит, поэтому проще дозвониться по мобильному телефону. Мы звоним только в достаточно крайних ситуациях, поэтому большая просьба не забывать указывать мобильный телефон. И электронная почта, опять же, обязательный трибут в данных ситуациях, потому что, как правило, все коммуникации мы осуществляем через электронную почту или телефон. Поэтому тоже прошу указывать, если у кого-то, если у инициативных групп, зачастую ветеранские организации или инициативные группы пишут, что у них нет электронной почты, сейчас довольно просто открыть на бесплатном ресурсе адрес электронной почты и создать свой ящик, либо попросить знакомых, я не знаю, внуков своих детей, попросить предоставить этот электронный адрес. Но, опять же, не забывайте проверять этот электронный адрес, чтобы не упустить какие-то значимые моменты, потому что, еще раз говорю, что коммуникация осуществляется через электронную почту, как правило, для быстрой связи. Ну, вот здесь название организации заявителя, да, то есть, если проект подается от инициативной группы, то есть, организации партнера. А здесь указываем название организации. Ну, здесь, я тоже думаю, все понятно. Дальше адрес местонахождения инициативной группы указываем с индексом, обязательно указываем область, откуда подана заявка и город или населенный пункт, где будет реализовано или откуда вы подаетесь. Телефон, факс организации, электронная почта организации, бухгалтер, да, это если юридическое лицо, как я уже говорила, опять же, нужно обязательно указать мобильный телефон, электронную почту бухгалтера. Также для оперативной связи по расходам и расчетам в рамках проекта. Здесь указываем продолжительность проекта, да, вот не более 7 месяцев. Здесь указываете, откуда вы узнали о данном конкурсе, то есть, это для нас внутренняя статистика, как, через какие источники наиболее эффективно будет распространение. Так, вопросы бюджет фонда. Если нет адреса инициативной группы, что писать? Писать адрес, домашний адрес руководителя инициативной группы. Понятно, что у инициативной группы не будет постоянного юридического адреса, но так как это организованная группа физических лиц, поэтому указывается адрес руководителя инициативной группы. Краткое описание проекта. Не более 50 предложений. Здесь тоже прошу вас уделить этому внимание, то есть, из вот этого краткого описания должно быть понятно, что вы будете делать в проекте, как вы это будете делать и что в результате получится. То есть, чтобы эксперт, который возьмет в руки вашу заявку, ваш титульный лист, посмотрев на краткое описание проекта, мог заинтересоваться им и посмотреть, углубиться в вашу заявку дальше. Потому что, как правило, вот краткое описание проекта – это, скажем так, такая лакмусовая бумажка вашего проекта, насколько вы заинтересуете эксперта, настолько он глубже будет вникать в ваш проект, насколько он покажется интересным из этого описания. Вот. Значит, подписи руководителя организации, руководителя проекта, то есть, если это инициативная группа, то есть, просто руководитель проекта, вместо печати унициативной группы нет, поэтому без печати. Если это организация, ставим печать, заверяем. Описание проекта. То есть, здесь должно быть название проекта. Название проекта не должно включать в себя целое предложение, допустим, как там организация клуба, по интересам, там эффективная реабилитация на базе, там такого-то учреждения и так далее, и так далее. Это фактически вы сюда переписываете свою цель проекта. Поэтому название проекта должно быть четким и кратким, и отражать суть проекта. Постановка проблемы. Здесь вы должны, опять же, убедить эксперта в том, что задача или проблему, которую вы пытаетесь решить в проекте, актуальна для, если не для территории, то для вашей целевой аудитории. То есть, если не для всей территории или местного сообщества, то хотя бы для вашей целевой аудитории. То есть, доказать. Если вы приведете какие-то статистические данные или высказывания каких-то экспертов, опять же, это будет плюсом, и это будет говорить о том, что вы хорошо знаете проблему, видите, куда идти, как решаться. Раздела «Основные достижения и успехи вашей организации». Здесь вы должны описать некий опыт ваш в данном направлении или деятельность, которую вы предполагаете осуществить в ходе проекта. Если она есть, опишите, в чем он заключается. То есть, возможно, вы проводили какие-то акции совместные, возможно, вы уже занимались волонтерством, как физическое лицо, если вы подаетесь, это инициативные. Если вы только открылись, ничего страшного. То есть, если вы готовы работать, пишите так, пишите честно, откровенно, что мы молодая организация. К сожалению, опыта нет, но вот мы готовы, инициативные, энергичные и так далее. Замечательно. Цель проекта должна отражать, вернее, она отражает конечный результат вашего проекта. То есть, это непосредственно суть всего, ради чего затевается ваш проект. Поэтому обратите на это внимание, если она нечетко сформулирована, и она расходится с непосредственно деятельностью, которую вы будете прописывать, на это тоже, это очень бросается в глаза, и это будет минусом вашему проекту. Поэтому внимательно. Прошу вас на это обратить внимание. Это одна из ошибок, которые я еще озвучу, которые при подготовке заявок проектов допускают наши заявители. Раздел. Здесь также указываются и задачи проекта. То есть, здесь можно написать как цель, цель и задачи проекта. То есть, можно указать как цель и задачи проекта. То есть, здесь указываете цель и, соответственно, задачи. Так как проект маленький, продолжительность не более 7 месяцев, и сумма достаточно невелика, 100 тысяч рублей максимум, на что можем претендовать, то я вам предлагаю не мельчить задачи и остановиться максимум на трех. Потому что тоже очень любят организации. Из одной задачи, которую, в принципе, можно объединить, обобщить, начинают мельчить. И получается не задачи, а мероприятия они расписываются. Поэтому тоже очень внимательно. И обратить на это внимание. Задачи это, если говорить проще, такой сразу некий экспресс-курс по соцпроектированию, задачи, в задачах всегда отражается промежуточный результат вашего проекта. Поэтому, то есть, задача это некая ступенька или промежуточный шаг в решении той цели, которую вы для себя поставили. И в решении проблемы. Участники проекта. Здесь вы должны описать лиц, на которых рассчитан ваш проект. Это непосредственно ваша целевая аудитория. То есть, те люди, на которых направлен эффект от реализации проекта. И группа лиц или граждан, которые будут вовлечены в реализацию проекта. То есть, так вот, скажем, административная составляющая вашего проекта, административный персонал, если можно так выразиться. То есть, здесь, вот, если пункт 5.1, да, граждане, привлеченные к управлению и реализации проекта, в том числе партнеры, если у вас будут какие-то привлеченные специалисты, вот здесь важно будет указать их имена, должности, и как вы их будете привлекать, и что они будут у вас делать в рамках вашего проекта. То есть, какой целью вы их будете привлекать. Ну, и целевая аудитория, также нужно будет указать, как вы их будете привлекать. То есть, если вы говорите о том, что вот вы ставите цифру, там, группа населения, да, на кого направлен количество участников проекта, там, ну, я не знаю, есть такие примеры, допустим, 2000 участников. Вот вы должны в этом разделе доказать, что вы привлечете эти 2000 рублей. Поэтому вы должны расписать, как вы будете привлекать их. Я не знаю, мы опубликуем объявления в газете, мы напечатаем объявления, плакаты, развесим их там-то, там-то, там-то. Мы пойдем, там, я не знаю, на собрание, организуем собрание, будем или специальный семинар, или будем участвовать в каких-то таких событийных мероприятиях, где расскажем об этом. То есть, вот все в таком ключе. Описание, шестой пункт, описание хода деятельности в ходе проекта. Не более пяти страниц – это самый объемный раздел нашей заявки. Здесь мы должны подробно описать все, что мы будем делать, предпринимать в рамках нашего проекта. И какую ошибку допускают заявители, очень часто пишут по этапам. Я вам предлагаю писать, и я всегда говорю на консультациях, что вот вы для себя определили цель и задачи, как вы будете достигать эту цель. Вот, соответственно, и описывать вашу деятельность вы должны в соответствии с задачами. То есть, вот прямо можете здесь так описать. Задача номер один. Наименование там задачи. И дальше мы пишем, что в рамках данной задачи будет реализовано там ряд мероприятий, которые там позволят нам сделать то-то и то-то. И начинаем описывать. Мероприятие такое-то. И пишем, что мы будем делать в рамках этого мероприятия. С какой целью мы его проводим. Количество участников. Что это за участники. Где будет проходить мероприятие. Как часто, если это мастер-классы. Что будет происходить в рамках этого мероприятия. То есть, каким образом мы будем его реализовывать. И, конечно же, результат. Прописываем сразу результаты по каждому из мероприятий. Поэтому еще раз повторюсь, что вот данный раздел, он самый объемный. Я не призываю вас писать сочинение на вольную тему. Или эссе. Здесь должны быть только факты. Объективно. Чтобы было понятно экспертам, как вы будете решать проблему, которую вы заявили. Как вы будете с ней справляться. По ожидаемым результатам. Ожидаемые результаты будет проще вам написать. Если вот в разделе описание хода деятельности. По каждому мероприятию, по каждой задаче. Вы пропишите результаты сразу. Поэтому вы все количественные и качественные результаты. По каждому мероприятию вы просто переносите в эту табличку. Не надо будет выдумывать. Когда нет согласованности в задачах, нет согласованности в мероприятиях, нет логики в очередности мероприятий. Сразу видно, что проект писался буквально на коленке. Человек не понимает, как он будет делать. И сразу возникает вопрос, сможет ли он реализовать проект, который задумал. Поэтому, опять же, призываю вас очень внимательно отнестись к этому моменту. И разложить все ваши задачи и мероприятия, которые будете реализовывать в логическую цепочку. Дальнейшее развитие проекта. Здесь вам нужно будет расписать, как вы будете продолжать деятельность заявленных в проекте после того, как закончится финансирование и закончится ваш проект. Будет ли она продолжена, кто ее будет продолжать и как. То есть, такой краткий план на будущее, стратегию вашу. Комментарий к бюджету. Сейчас я покажу вам, вернемся к табличке, потому что очень много возникает вопросов, как ее заполнять, очень много сложностей возникает у заявителей. Поэтому я вам в онлайн-режиме покажу, как все это делается. Здесь мы даем комментарии по каждому виду расхода. У нас есть рекомендации по заполнению формы заявки. Там приведены примеры, как это должно быть. То есть, если мы просим компьютер или мультимедийный проектор, или фотоаппарат, мы здесь должны написать. Не просто, что вот, допустим, фотоаппарат мы пишем. Вот здесь мы должны написать обоснование. То есть, это должно быть не просто... Да, запись ведется, можно будет посмотреть. Можно будет посмотреть, на сайте будет... Ссылка будет в соцсетях, и запись будет размещена на сайте. То есть, фотоаппарат и обоснование расхода. То есть, это не просто фотоаппарат, который мы будем снимать, снимать и хронологию нашего проекта. Но это не обоснование расхода, потому что сейчас, как правило, у всех смартфонов достаточно хорошие камеры, на которые можно снять фотографии. И у большинства людей есть фотоаппараты. Поэтому здесь должно быть некое более объективное какое-то, да, и жесткое обоснование, конкретика в том, что наличие данного аппарата, фотоаппарата, да, вернее, отсутствие данного фотоаппарата, вот прямо не позволит вам реализовать этот проект. Что имеется в виду? То есть, если вы запрашиваете дорогостоящий фотоаппарат, не знаю, с зеркальными, там, да, этими лубами, или как это правильно, то если вы его запрашиваете и в комментариях пишете, что мы будем снимать хронику нашего проекта и предоставим в итоге отчеты, фотографический, да, фотоотчет проекта, это не есть основание для того, чтобы вам профинансировали приобретение дорогого аппарата, фотоаппарата. Поэтому, а если вы укажете, что данный аппарат требуется для того, чтобы, там, организовать фотостудию, там, для кого-то, да, на котором бы люди учились, там, делать фотографии, на котором бы удобно было, там, делать экспозицию, или как это правильно, там, вот эти все термины фотографические, вот это и будет обоснование расхода. Ну, и это относится и к компьютеру, и к мультимедийному проекту, и так далее, и так далее. Если это все не согласовано и логически не вытекает из ваших мероприятий, это сразу видно. И еще раз, и хочу сказать, что эксперты имеют право рекомендовать убрать данный расход из вашего бюджета, поэтому в результате, если у вас плохо обоснован данный расход, вы можете решить себя вообще, либо будет сокращено финансирование. Поэтому тоже вы должны обратить на это внимание. Календарный план реализации проекта. Здесь вы должны переписать просто наименование мероприятий, которые у вас запланированы в рамках ваших решаемых задач. Ну, и здесь, вот в этих ячейках вы выставляете соответствующий месяц, а в этих ячейках напротив мероприятия в соответствующий месяц выставите там плюсик, я не знаю, звездочку, крестик и так далее. То есть как вам удобно соответствовать, да, и так далее. Так. Надеюсь, это понятно. Так. И теперь я перехожу к бюджету. Бюджет проекта. Сейчас я вам его открою. Вот. Сейчас он должен появиться у вас на экранах. Бюджет проекта. Это таблица Excel. Почему-то она вызывает сложности. Вам видно, да? Скажите мне кто-нибудь, напишите, появилась ли табличка. Так, не видно. Сейчас. Не видно. Так, вот, так, наверное, видно. Теперь должно быть видно. Белый камень. Просто искать надо же. Все, теперь должно быть видно. Итак, заполняем данную форму. Заполняется, да, вот как видно, что заполняем только ячейки, выделенные желтым цветом. В белых ячейках уже расставлены формулы, и они заполняются самостоятельно. Вернее, автоматически. Ну, и обращу ваше внимание, что вот в графе запрашиваемое финансирование не должно быть сумм с отрицательными значениями. И наш, иначе сумма, которая у вас в итоге высвечивается, будет разниться с реальными суммами, которые вы запрашиваете. То есть, ну, вот, приведу пример, допустим, да, проект. Так вот, пишем «Тепло домашнего очага». Как вы видите, она автоматически вписала наименование в графу наименование проекта, сметь расходов по проекту. Также сюда вставятся автоматические суммы, которые она рассчитает и сюда вставит в итоге. Допустим, вот оплата труда и числение от сотрудников и привлеченных специалистов. Здесь вы выставляете количество месяцев, так как руководитель проекта у вас, да, будет задействован, допустим, 7 месяцев. Поэтому ставим число 7. И цена за единицу – это стоимость, вернее, сумма, размер заработной платы, предполагаемый, да, в месяц, допустим, там, 5 тысяч рублей. Соответственно, сумма автоматически отобразилась в общей сумме финансирования и в запрашиваемом финансировании – 35 тысяч рублей. Если вы готовы вложиться в заработную плату руководителя проекта в рамках вашего проекта, да, вы сюда вносите сумму, которую вы готовы привлечь самостоятельно, да, то есть из собственных средств. Допустим, вы готовы, там, прямо 25 тысяч. Соответственно, собственный вклад у вас, общая сумма финансирования – 35, собственный вклад – 25 и запрашиваете у фонда вы 10 тысяч рублей. Дальше это может быть бухгалтер проекта. Здесь вы можете, допустим, тоже 5 тысяч рублей, общая сумма – 35, собственного вклада. Вы запрашиваете, если это у вас привлеченный специалист, значит, вам нужно запросить на него средства. Соответственно, в графе «Собственный вклад» вы ничего не пишете и отражается сумма – 35 тысяч рублей в графе «Запрашиваемое финансирование». Не забываем указать сумму, которую вы запрашиваете на отчисление с фонда оплаты труда. Если вы это забудете сделать, то из суммы 45 тысяч рублей вы должны будете заплатить налоги самостоятельно. Либо вам придется сокращать непосредственные выплаты на руки наличных средств вашим сотрудникам или работникам, которые вы привлекаете. То есть ваш бухгалтер получит не 35, допустим, тысяч рублей за 7 месяцев работы в вашем проекте, а гораздо меньше. Поэтому не забываем указывать отчисление с фонда. Количество, опять же, у нас 7 месяцев. Цена за единицу может быть тысяча. Это бухгалтер вам должен будет сказать. Поэтому общая сумма должна быть 7 тысяч вам на налоги, которые вы должны будете заплатить за руководителя проекта и за бухгалтера проекта. Итого 52 по этой статье. Дальше оборудование. Оборудование – это расходы, которые предполагают приобретение дорогостоящих. Так, на ваш вопрос. Какой вопрос я не очень поняла. На какой вопрос вы просите меня ответить? Если по поводу видеоконференции, запись, я уже ответила, что да, запись ведется. Видео будет выложено на страничке Центра Гарант. Ссылки на это будут в соцсетях в группе «Активное поколение». Если вы имеете в виду это. По поводу оборудования вернемся. Оборудование имеется в виду – это дорогостоящая аппаратура, это компьютеры, это фотоаппараты, мультимедийные какие-то оборудования и прочее. То есть то, если мы говорим об организации, да, бухгалтера и сотрудники организации, то, что становится на баланс организации. Дорогостоящие оборудования. Допустим, лопаты, мешки, скрипки, щетки – это все будут расходными материалами. Или вот затраты на проведение проекта. Задавали вопрос про канцелярские товары. Про канцелярские товары. Вот сейчас отвечу на него. Я предлагаю и рекомендую канцелярские товары. Если вы предполагаете в рамках проекта проводить ряд мастер-классов или каких-то обучающих курсов, то вы можете канцелярские товары разбить на вот эти курсы или мастер-классы. Допустим, материалы для проведения, я не знаю, творческой мастерской. Опять же у вас будет здесь итогово. Мы можем здесь объединить, если нам сложно будет посчитать здесь количество. То есть мы объединяем это цифрой одной. Один ставим. Здесь ставим цена за единицу. То есть здесь рассчитываем. Здесь ставим сумму, общую сумму, необходимую для всех материалов, которые нам потребуются для проведения этой творческой мастерской. То есть мы считаем, что нам здесь нужно. Я не знаю, клей, краски, ножницы и прочее. Суммируем и вот сюда ставим эту сумму. Допустим, нам потребуется 5000 рублей на все про все. Общая сумма финансирования. Опять же, если мы готовы вложить собственный вклад, мы пишем сюда, допустим, там 1000 рублей. Итого мы запросим 4000 рублей. Либо вы можете объединить все ваши расходные канцелярские товары под одним расходом, как канцелярские товары. Опять же, это будет общим количеством 1. И общая цена за все необходимые ваши канцелярские товары, допустим, это будет там 10 тысяч рублей. Соответственно, опять же, расписываем, что мы готовы вложиться или не готовы вложиться. У нас будет здесь сумма отображаться. Вот, надеюсь, я ответила на ваш вопрос по поводу канцелярских товаров. Единственное, хочу вам сказать, что если мы пишем, объединяем в один расход материалы для проведения творческой мастерской, в проекте, где раздел обоснования расхода, мы должны будем расписать, какие материалы, в каком количестве мы имеем в виду. То есть я не прошу вас расписать прям вплоть там ручки и цена за каждую ручку, но если это материалы для проведения творческой мастерской, в обосновании расхода может быть следующий комментарий. Для проведения, допустим, вот этой творческой мастерской потребуется, допустим, клей, ножницы, бумага, ткань какая-то, я не знаю, что там еще может потребоваться, на группу в количестве, допустим, 10, 15 или 20 человек. И тогда, в принципе, будет понятно, что вы имеете в виду и в каком количестве вы предполагаете это приобрести. Канцелярские товары то же самое. Либо это расходный материал или раздаточный материал для проведения семинара. Все то же самое. Из расчета там на 30 участников нам необходимо приобрести там блокноты, ручки, папки и прочее, прочее, прочее. Вот. Это то, что я хотела сказать вам по бюджету. Есть какие-то вопросы по заполнению данного приложения? Если партнером выступает казенное учреждение, надо ли вписывать в пункт 7? В любом случае, вписываем всех партнеров, которые будут у нас участвовать в реализации проекта. Независимо от того, казенное это учреждение, бизнес, компания или власть. Хорошо. Тогда я закрываю приложение. И немножко пробегусь по ошибкам, которые допускают при подготовке проекта. Постараюсь тоже это быстро, потому что, да, я понимаю, что уже мы с вами почти два часа говорим. Итак, вот наиболее мы подготовили вот такой список из наиболее частых допускаемых ошибок организаций. Вот он вывелся вот в такую череду из 11 пунктов. И самое основное, которое допускается ошибки, это организации не учитывают приоритетное направление конкурса, да, и условия предоставления финансирования. Еще и еще раз вас прошу внимательно к этому отнестись, потому что это может очень серьезно повлиять на финансирование и поддержку вашего проекта. Проекты однотипные. Еще одна ошибка, да, нет инновационных подходов. Часто под видом проекта описывается текущая деятельность. Тоже очень частая ошибка, когда проектную деятельность выдают, вернее, текущую деятельность выдают за проектную. Я всегда, мы говорим о том, что даже если вам требуется финансирование вашей основной деятельности, то вы в проекте должны указать некий такой новое направление, может быть, деятельности, да, которое позволит вам улучшить или развить, или дать какой-то новый толчок вашей основной деятельности, которую вы делаете и так, и позволит профинансировать то, что вы уже делаете и без этого. Допустим, вы оказываете какие-то консультационные услуги в рамках проекта, если вы делаете, то вы, то есть одним из таких приемов, это может быть, вот как мы говорим, улучшить услуги, да, то есть пригласить для консультирования какого-то особого специалиста, либо, допустим, к консультированию привлечь, не знаю, студентов, дать им возможность, да, применить свои знания в области, да, в области услуг, которые вы оказываете и так далее, и так далее. Еще одна из ошибок – это проект ориентированный на потребности организации, а не на решении проблем целевой аудитории. Это тоже очень частая и довольно грубая ошибка организаций, которые отталкиваются от потребностей организации, говорят, ну вот нам же нужно отремонтировать помещение, ну вот нам же нужна доска интерактивная, интерактивная, но вам-то доска нужна, а насколько она нужна вашей целевой аудитории, насколько она будет способствовать решению той проблемы, которую вы заявили в проекте, то есть вы должны всегда отталкиваться от этого и не акцентировать, не делать акцент в описании вашего проекта в заявке именно на вот такие моменты, что вот нам нужно сделать ремонт. Всегда задавайте себе вопрос, чтобы прийти к источнику и задавайте вопрос, то есть если вы пишете, что вам нужно сделать ремонт помещения, вы должны задать себе вопрос, а зачем? А зачем нам сделать ремонт в этом помещении? Чтобы… и отвечайте себе на этот вопрос. Вот ответ на этот вопрос и может быть основной темой и идеей вашего проекта. Поэтому вот обращаю на это ваше внимание. Проблема описана общими словами. Еще одна из ошибок нет, данных, подтверждающих ее наличие, но я уже вначале об этом говорила. То есть это должны быть не просто общие слова, они должны подтверждаться какой-то статистикой, либо высказываниями, либо привести примеры. Если вы хотите применить уже опробованную практику в другом регионе и принести ее в свой регион, вы должны привести какие-то результаты этой практики в описании проблемы, то есть показать какие-то сравнительные характеристики о том, что вот было там и как стало, и что у нас сейчас вот так, и мы хотим, чтобы это было то, что на примитивном уровне. Примерно так. Еще одна ошибка. Цель проекта прописана нечетко и не связана с заявленной проблемой. То есть целью, я уже говорила, проекта не может быть приобретение оборудования, издание книги и тому подобное. Фонды, как правило, финансируют не то, что вы делаете, а как вы это будете делать. Поэтому тоже внимательно. В проектах отсутствует логическая взаимосвязь между описываемой проблемой, целью, предполагаемой для ее достижения мероприятиями. Об этом я уже тоже вам говорила. Должны, когда вы будете описывать проект, вы должны внимательно к этому отнестись и выстроить мероприятия в логическую цепочку. Отсутствует развернутое описание планируемых мероприятий. Тоже частая ошибка. Перечисляются только мероприятия, которые будут реализованы в рамках проекта, но нет описания, как будет происходить реализация этих мероприятий, что будет происходить в рамках этих мероприятий. И так далее, и так далее. Нет результатов и прочее, и прочее. Поэтому очень сложно оценить проект, насколько вы видите результаты, насколько готовы к изменениям ситуации в ходе реализации проекта. Слабо прописаны или отсутствуют ожидаемые результаты. Это, опять же, следствие предыдущего пункта, отсутствие развернутого описания по планируемым мероприятиям. Когда вы расписываете подробно, что будет происходить в мероприятии, какой будет результат от проведения данного мероприятия, тогда не будет сложностей с описанием ожидаемых результатов проекта. Еще одна из ошибок. Бюджет не согласован с содержанием проекта. Статьи бюджета не соответствуют заявленным мероприятиям, которые вы планируете проводить, или он завышен под максимально возможную сумму финансирования, потому что это всегда видно. Поэтому я прошу вас на это обратить внимание, очень внимательно подходить к формированию вашего бюджета. По поводу налогов на заработную плату, я вам тоже уже об этом говорила. При объяснении и заполнении формы бюджета, при составлении не учитываются суммы, которые потребуются заплатить с фонда оплаты труда. Имейте в виду, что если вы не заложите данную сумму, вы будете вынуждены либо сократить выплаты, обещанные вашим работникам, либо заплатите налоги из собственных средств. Ну и не соблюдаются требования положения конкурса. И тут уже прямо это поголовно идет. То есть не все необходимые сведения и разделы включаются в заявку. Иногда то, что мы не знаем или не можем как-то объяснить, или расписать, или не хотим это сделать, торопимся, мы это иногда исключаем из заявки. Имейте в виду, что это тоже видно, и это характеризует вас как исполнителя проекта. Поэтому тоже к этому внимательно прошу вас отнестись. Или заявитель, это тоже практически поголовно, предоставляется неполный комплект документов на конкурс. Заявка не подписывается руководителем. То есть на такие нюансы тоже вас прошу обращать внимание и отнестись к этому достаточно серьезно. Потому что это все маленькие минусы у экспертов для вашего проекта. Ну вот, наверное, на этом все. Задавали вопрос по поводу отчетов. Какой отчет? Отчет достаточно несложный. Есть формы, сейчас, наверное, об этом рано говорить. Будет также предоставлено... Вы составляете реестр ваших расходов в соответствии с утвержденным бюджетом, подписанным договором. Прикладываете к этому реестру все документы, которые подтверждают ваши расходы, и присылаете его нам. Присылаете в электронном и на бумажных носителях все копии расходных документов. Содержательный отчет также достаточно подробно и понятна у нас с формой содержательных отчетов. Поэтому сложности тоже не должно возникнуть. Я думаю, что по мере того, как мы объявим результаты и будут ясны победители конкурса, мы организуем очередной вебинар, который позволит нам с вами поговорить и объяснить, как готовить отчетность. Поэтому я закругляюсь. Прошу прощения, что я у вас заняла достаточно большое количество времени из обещанного часа. Но, к сожалению, так получается, что не удается достаточно подробно рассказать в течение часа о том, что нужно сделать. Поэтому я готова сейчас ответить на ваши вопросы, если они у вас есть. Обязательно ли организация должна оплачивать часть проекта? Нет, я уже об этом говорила, что софинансирование не обязательно, но если вы покажете софинансирование проекта, это дополнительные баллы плюс вашему проекту. Софинансирование, ведь, и я еще раз повторюсь, что это может быть не только финансовое средство, но это могут быть ваши ресурсы, это ваш человеческий ресурс, ваше время как руководителя проекта. То есть вы можете показать, что вы как руководитель проекта, вот как я заполняла форму бюджета, то есть показать этот ресурс, софинансирование как собственные средства, то есть не запрашивать заработную плату как для себя, как для руководителя проекта, показать это как собственный вклад. Это тоже будет дополнительная финансирование. Есть ли еще вопросы? Кто самые стойкие оловянные солдатики? Очень жду заявки от наших новых участников СЦФО, от Рязанской, Тамбовской, Воронежской областей. Жду ваших вопросов. Не стесняйтесь, присылайте ваши проекты для консультаций. Мы с вами пообщаемся. У меня есть скайп, я готова вам сейчас его написать. Так, сейчас я попробую вам написать свой скайп. То есть если кто, есть возможность через скайп общаться, достаточно малоиспользуемый, но очень эффективный и удобный ресурс, который позволяет в онлайн-режиме прямом пообщаться с человеком. Так, сейчас я переключусь на английский шрифт и напишу вам печать свой. Да, по-моему так. Вот так. Это мой логин в скайпе, поэтому, пожалуйста, вы можете звонить мне в скайп, либо телефон от города 8182 и телефон организации 206510. Это мой рабочий телефон. Также можете звонить, либо на электронный адрес, напрямую Климчук, собака, бюро, галант, сучка. Всё. Удачи вам, успехов в вашей работе и в подготовке проекта заявок на конкурс И победы вам, потому что мы как администраторы и организаторы конкурса, к сожалению, не имеем возможности влиять на решения экспертов, мы только наблюдатели и администраторы. Поэтому еще раз прошу вас использовать ресурс, который вам есть в качестве ваших координаторов, чтобы помогли вам подготовить, написать заявку проект и меня как непосредственного. Сколько денег выделил Тимченко? Всего 4 миллиона на наши регионы выделено. То есть в общей сложности, если из расчета каждый проект по 100 тысяч рублей, где-то 40 проектов на все регионы мы сможем поддержать. По поводу записи вебинара, я думаю, что появится после праздников на сайте и ссылка на вебинар в соцсетях в группе ВКонтакте «Активное поколение» появится. Ну, тогда до встречи и еще раз спасибо, что вы были вместе со мной, дожили до конца вебинара и до встречи, до новых встреч, удачи. Всего доброго. Спасибо. Продолжение следует...